Добрый день, дорогие коллеги! Значит, о торсионных волнах как средстве для ботище, я знаю. Значит, я живу в Петербурге, работаю в СЗТУ. Вот это... Так, сейчас будем... Как тут дальше-то двигаться? Так, да? Вот в начале XX века Вернадский развил понятие ноосфера. Ноосфера – это обтекающий земной шар, мыслящая оболочка, связанная с развитием человеческого сознания, которое внедряется в биосферу, в аналог интернета или в седенцию биокомпьютера, можно сказать. Хроники Акаши, морфогеническое там поле и так далее, более нам привычно информационное поле. Это то же самое всё. Ведь именно из информационного поля Дмитрий Иванович Меделеев в своё время получил известную таблицу. Вот проблема общения человека с ноосферой с помощью торсионных полей и волн, и посвящено этому выступлению. Люди живут в мире энергии и информации, которая соткана из мыслеформ, из той психической энергии, которой пока не удалось точно измерить физическими приборами. Но эти тонкие торсионные поля не только существуют, они могут ещё и значительно влиять на пространство планетарного уровня. Это слова Творца. Из информации, которую записывает академик Маслов, Леонид Иванович, и вот там известно, что существуют эти поля. А вот Академия РАН, в лице её комиссии на полженауке, она до сих пор отрицает и торсионные поля, и биологи, и прочее, и прочее, к сожалению. В 2011 году в нашем докладе, вот мы с супругой делали на Рериховской конференции, в докладе «Не является ли живая вода приёмником и ретранслятором психической энергии?» сделана попытка показать, что многообразные свойства воды имеют единый носитель информации. То, что в физике называется торсионными полями, у Рерихов – это психическая энергия, а в православии – духом святым. Мы продолжили мониторить состояние воды, о котором я многократно рассказывал на этих конгрессах, начатой нами в третьем году. Как и прежде, измерялась протяжённость информационного поля воды, два внешне информационные границы, есть ещё физическая, ближняя, методами биолокации. Также определялись и частота вибраций, полярность, мерность, иногда измерялась электропроводность, ГРВ, ПХ и так далее. Вот в течение трёх лет, с шестого по восьмой, мы побывали на разных островах Кузовского орхипелага, вот в той гипербореи, о которой рассказывал Илья Викторович на первом заседании Прохорца. На этих островах, да и не только здесь, есть лабиринты, выложены из камней, расходящие со спирали. Измерения методами биолокации показали, что лабиринт характеризуется незначительным, положительным биопольным, радиусом Н, то есть провинтовим, торсионным. Но когда в него вошли участники экспедиции, то излучение прекратилось. И, видимо, открылся вход вины измерения, чем, по-видимому, и пользовались в древности, посвящённые для общения с высшими силами. Вот тут показано, как наша группа ходит по этим лабиринтам. А здесь Нима Голубева, Сергей Вадимович, который, значит, здесь уже человек в центре лабиринта стоит. Теперь стало понятно, что торсионное излучение соединяет его с высокими сферами и помогает получать информацию из других измерений. По-видимому, для этого и создавались лабиринты. Видимо, любой вихрь излучает торсионную волну. Ну, это вот наша рабочая гипотеза такая была. И мы решили смоделировать лабиринт. Взяли макеты лабиринта. Значит, вот я брал камушки примерно радиусом 10 сантиметров левого вращения, правого вращения. Камушки простые, которые на дороге валяются, и камушки полудрагоценные. И вот всегда в центре этого лабиринта в мини возникала торсионная волна, столб, и вращение в соответствующее направление. А интересно оказалось, что характеристики не зависят от материала. Какие там камни были. Потом я даже нарисовал просто проекцию этих камушков, убрал камушки. То же самое. Потом даже провел просто вот спираль, черту такую, спираль, да. Ну, тут такой эффект формы пространственной. Он вообще-то известен. Поместив, потом мы попытались сделать датчик, регистратор торсионных волн. Поместили, например, на 10 сантиметров на высоте на 10 секунд в чашке Петри тонкий слой воды. Вот. И убедились, что ее биополе возрастает, состояние сохраняется, много суток может это быть. Потом мы сделали вот, что заменили чашку Петри на маленькую язычку пластмассовую, туда вода была, и получился вот тот самый датчик торсионных волн. Мы использовали воду, и в эксперименте, когда датчик находился на расстоянии 8 километров от источника излучения, здесь, в Петербурге, и получили тоже положительный эффект. Ну, а спин, вы тут все знают, что такое спин, это вращательный механический момент частицы, у одних частиц электронов одна вторая, у фотонов там единицы и так далее. Когда вращающаяся частица излучает, каждая частица излучает торсионную волну. Частица вращается вокруг оси, причем вращение в одном направлении схематичное, но это, наверное, здесь не надо, мы в теории особенно не будем углубляться. неоценимую роль в теории и практике торсионных волн оказали российские физики Акимов Анатолий Евгеньевич и Геннадий Иванович Шипов. Главным идеологом в области изучения торсионных волн и полей был выдающийся российский физик Акимов, который заложил и основы теории и создал первый генератор торсионных волн, влечная память ему. Он меня учил биолокации, кстати, и тогда я не знал, Геннадий Иванович Шипов впервые обратил на глобальную роль торсионных полей и создал очень сложную теорию, стройную, где торсионный уровень занимает второе место после абсолюта сверху, у него 7 уровней. Вот я приведу только кратко выводы из работы этих трех академиков, еще Дульнев Геннадий Николаевич, вот тоже я с ним общался часто. На основе опытов Козырева и других ученых можно утвердать, что торсионами и волнами осуществляется мгновенная передача информации. Второе. Торсионные поля проявляют как силовые свойства психогенез, левитация, так и информационные без затрат энергии. И третье. Сознание и взаимодействие материи с информационным полем, то есть мысли и формы это продукт сознания. Анатолий Павлович Смирнов, которому на первом заседании мы отдали должное, огромное внимание уделило этому вопросу в своих удивительно интересных общегородских семинарах. По словам Акимова, торсионное поле это поле кручения, вращения. Например, в теле человека все вращается в молекулах, атомах, атомах или гометарной частицей, и все излучает свою волну. То есть все и живое, и мертвое, и камни, и металлы тоже излучают поля. мы потом вот с этим столкнулись, были большие трудности, когда мы создавали датчик, потому что я вот на стол кладу камушки, да, а все и случает, и стол и случает, что измеряю, я не знаю. Потом я вспомнил, что зеркала козыры, там алюминий использовался. Я сделал алюминиевую подложку, и все прошло нормально тогда. И вот тут важное пояснение Акимова в информационном поле. Информация передается без затрат энергии, ну это известно, да. Суть информационного характера торсионного поля в том, что таким полем легко изменяется спиновая структура, они легко поворачиваются, да, без затрат энергии, а это в свою очередь может привести к изменениям физических характеристик объемов. Вот поэтому и понятно, что и левитация может быть и прочие изменения. Вот в качестве примера я хочу немножко остановиться на самом важном органе нашего тела, сердце, является мощнейшим генератором электромагнитной энергии. Его магнитное поле в 5000 раз сильнее магнитного поля мозга, и оно способно передавать информацию в любую точку организма, и на очень большие расстояния, благодаря вот этой психической энергии, торсионным волнам. этим объясняется, почему, например, мать, даже на большом расстоянии, почувствует, что с ее ребенком что-то случилось. Но не только мать, все, кто связан родственник, таких явлений много. вот здесь рядом показана душа находится рядом с сердцем. И вот второй пример, который я рассказывал на одном из конгрессов, он здесь в другой связи. вот было первое в августе восьмого года в Санкт-Петербурге солнечное затмение. В Новосибирске она была стопроцентная, а здесь было не совсем, да, чуть больше половины закрылась. И вот я начал измерять воду биополи ее уже с утра, хотя знал, что оно будет днем где-то там. И уже тогда вода начала, тут вот показан подъем, видите, с 7 часов, с 8, уже биополи возрастает, и вот в час 55 минут я достигну максимума. Что удивительно, этот максимум обнаружен с помощью воды на 20 минут раньше, чем в телескопы. То есть, вот это доказывает, да, что мгновенно идет распространение информации с помощью вот этих полей, видимо. Ну, потом аналогично результаты мы получили 20 марта 15-го, но более сильное было вот это солнечное затмение. Следующее. Вот Александр Леонидович Чижевский еще в 20-е годы тот человек, которого российским Леонардо да Винчи, да, он выполнял фундаментальные исследования влияния космических, особенно солнечных ритмов на многие процессы нашей планете. Но не только Солнце следует ритмам Вселенной, вот наша планета тоже живая, и как оказалось, люди даже могут помочь этой планете, она сейчас нуждается в этом, накануне перехода из зловредной цивилизации пятой в шестую, стабилизируют ее ритмы, дыхание, ну, энергетического, конечно же. 26 сентября 2016 года мы участвовали в работе третьего научного форума материя энергии информации в Москве под руководством академика Маслова Лидия Ивановича. Форум собрал несколько тысяч человек. В этот день, во время мощнейшего единого посыла любви, намерения пространства, увеличились свойства воды. Многие почувствовали, а я это измерил, что изменилась вязкость, вкусовые качества, ну, видимо, паж изменилась, кристаллическая структура, и более того, даже вот тут был круглый стол интересный недавно, и там мы обсуждали процесс, что такое время, да, ну, вот решили, что это длительность, да, так вот, длительность этого интервала, она меняется, иногда расширяется, иногда смертью. Дальше я наблюдал часто, особенно в аномальных зонах, вот в Сибири в аномальной зоне, в Крыму был, там оно обычно вот сжимало, а тут расширилось вдруг, примерно раза в два. Совершенно новый этап жизни нашей планеты начался 1 февраля 1917 года, когда из высоких сфер пришло сообщение, что запущено сердце планеты, и вот по призыву свыше в помощь планете люди, начало это было 20 тысяч человек, а затем и более, начало глобальные синхронные посылы любви, и планета откликнулась незамедлительно. 20 лет назад, в 90-м году по приглашению ООН я прилетел в Нью-Йорк с докладом по экологии и на примере эконосферного поселения Тиберкуль, где я там часто бывал с супругой вместе на юге Красноярского края. А одновременно в Сан-Франциско, потом мы туда перелетели тоже, проходил эквеменический собор, который собрал представителей всех религий. Я тогда подготовил обращение к собравшимся представителям разных религий с предложением организовать планетарную синхронную молитву. Но воплотить тогда эту идею не удалось, поскольку люди еще не созрели. В настоящее время силы света окрепли, и на их волну любви планета откликается. Люди, объединившись в единой молитве любви, могут влиять на состояние планеты. Вот вчера вечером мы с супругой сидели в таком есть центр Брахма Кумарис индусы, они по всей земле, да, вот эти. И таких вот центров очень много сейчас. Они несут, они вчера, тема была такая, золотые принципы для золотого, для золотой эры. То есть все чувствуют, что скоро этот будет переход все-таки в шестую цивилизацию или, как говорят, в золотую эпоху. По нашим намерениям, по нашим измерениям на начальном этапе даже шумовская частота планеты уменьшилась на 2-3 процента. Что такое шумовская частота? Раньше это была эталонная частота, там, по-моему, 7,6 где в аэропортах проверяли через время. А потом она лет 25-30 весело растет. И вот есть критическая точка, это 13 герц, если она ее достигнет, то говорят, что земля взорвется тогда. Так вот, оказывается, мы можем ее уменьшить. Это на начальном этапе только было 2-3. А я провел измерения вчера. Что-что? Вчера было так. Изменение шумовской частоты на 11 процентов. А время удержания пока оно незначительное, но 15 суток все-таки. При этом увеличился энергетический потенциал людей. Причем самое интересное, что в Санкт-Петербурге всегда этот эффект более сильный. В Санкт-Петербурге 6 раз, а в Москве 40 процентов. Почему это? Ну, потому что Петербург входит в зону вот эту гиперборейскую коронной чакры планеты нашей. Видимо, так. Ну, это моя трактовка. А участвовало вот в этом уже не 20 тысяч, а 500 тысяч. 500 тысяч человек. Конечно, такой интересный идет. Вот тут два интересных цитата. Академик Марков, известный академик, в 82-м году на заседании Президиума Академии, тогда была одна Академия СССР, это сейчас таких много, да? Вот он такие слова интересные сказал. Информационное поле земли слоисто и структурно напоминает матрешку. Причем каждый слой связан с герархически с более высокими слоями, вплоть до абсолюта. Является, кроме банка информации, еще и регулятивным началом судьбах людей и человечества. А дальше, что Марков говорит, творец, вот через масло записано, да? Уже в 14-м году, то есть спустя почти 30 лет. Поймите, мир состоит не только из плотного плана. Я вам еще очень давно говорил о том, что мир и есть им подобие матрешки. Представляете? Тем слова, Марков может быть он через него и говорил, кстати говоря, и не может одна из матрешек, оболочек этой великой матрешки тормозить единую симметрию, единый процесс. То есть имеется в виду, вот наша цивилизация пятая, трехмерная, да? Она вот как бы тянет, не дает возможности эволюции. Вот я вот попытался расшифровать эту матрешку с помощью воды, с помощью торсионных полей. Вот здесь вот показано, ну тут я ее не буду, конечно, это много времени займет, а вот некоторые точки любопытные можно показать. Значит, вот начался процесс шипко-зографический. Что-то не работает, что-то плохо работает. А, вот так вот. Вот. Значит, это с 10 октября 16-го года планета вошла в первую... вот тут все в семеричной вселенной, да? В каждом измерении семь подпространств есть. Вот, в четвертом, в пятом, и так далее, да? И вот тут, смотрите, получается, на табличке видно, что вот я проводил измерения состояния воды и происходило увеличение частоты и биополя примерно в семь раз. в семь раз. Один раз, два, три, до предпоследнего, до последнего. Вот. А там, как бы, какая-то аномалия произошла. Не в семь раз, а в семнадцать. Почему? Я не знаю, почему это произошло. Но это факт зафиксированный. Тут мы прошли фотонный пояс по пути благополучных, там, около 12, по-моему. Ну вот, потом, да, а состояние удержания, вот в новом состоянии, оно обычно около суток. А вот последнее, последнее там показано, да, там было двое с половиной суток удержания. А потом опустилась частота. И вот в этот момент, на исходную наверху, да, было очень сложное состояние. Вот я сам почувствовал, у меня голова закрылась, чуть не упала, когда он шел. и многие люди почувствовали это самое. А потом с 30 ноября уже началось вхождение в 5-е измерение, в 1-е подпространство, ну и так далее. Вот. Тут у меня табличка такая большая, поэтому по техническим причинам не поместилась, я дальше продолжу словами. Значит, в январе 17-го года планета ушла в 4-е, в феврале в 5-е, в апреле в 6-е и наконец в 7-е подпространство 5-е измерение уже, то есть планета вошла. А что это значит, что планета вышла на более высокие частоты, да, и она за собой тянет людей. Вот. И первая волна уже произошла, ушли уже в 5-е измерение, небольшая группа, но не из России, по моим данным, это из Индии, там очень много высоко духовных людей, из Латинской Америки, там вот аборигены, эти хоппи, там вот, они живут все время этими ожиданиями, да, вот они уже перешли, якобы. Так, дальше мы. Таким образом, ну, и краткий итог такой. Таким образом, вода действительно является приемником и ретранслятором торсионных волн, играющих роль передатчиков информации. Наша гипотеза подтверждена. В основе же биолокации тоже торсионные волны, связывающие нас через подсознание, с наносферой и вселенной. А маятник играет лишь всего роль индикатора. Вот удивительно, конечно, что 8 тысяч лет пользуются люди биолокацией, да, раньше это обладали только посвященные жрецы, фараоны, правители там, а сейчас каждый, кто хочет, может воспользоваться. А наша академия, ран, уже на комиссии предстоит, нету такого явления. Вот в 14-м году только, в 14-м году я прочитал послание Творца о воде. Оно было датировано шестым годом аж. Невероятно, но факт. Это простая, казалось бы, вода есть хранитель информации Земли. Есть там материя физического мира, в которой сохранена и накапливается информация из всех плотных и тонких миров Вселенной. Вода знает все об этом мире. Она перекачивает и хранит это одновременно, несмотря на свою, казалось бы, простую структуру. Несет не только полнейшую информацию о мире, но и передает ею в космос. Вот этим мы и пользуемся с помощью торсионных болей. Согласен нашим измерениям, это я сам проводил, за 12 лет наблюдений смещения северного магнитного полиса на запад на 60 градусов произошло, а напряженность поля упала примерно на 30%. Последний 12-й фотонный пояс планеты благополучно произошла, хотя были там страшилки всякие, предупреждения, но по информации из Рочестерского университета в Америке сохраняется все-таки вероятность магнитной переполюсовки, хотя есть и другие мнения, что это все-таки не будет, если мы будем хорошо работать с планетой. В нашем прогнозе в 17-18 годах я написал такую статью о изменениях пространства и грядущих событиях, потом понял, что все эти предсказания не очень-то сбываются, и тогда пришлось мне разработать методику определения достоверности информации, потому что есть очень много сейчас информации и в интернете, и в всяких журналах абсолютно недостоверны. Я взял для примера такой журнал Мировой Челлинг, он издается в Сибири, там, Канашевский такой, да, я просканировал там 21 статья, просканировал 21 статью, только 2-3 статьи обладает достоверность информации больше 80%, остальные не стоит считать даже. Вот я обраковал несколько примеров, да, вот сейчас о них скажу. 5 минут осталось? 5 минут, да, ну достаточно. Значит, океаны изменят свою береговую линию, некоторые земли откроются, некоторые будут затоплены, откроется много земель на крайнем севере, где раньше была Гиперборея. Это Нила в Сибири предает, а мой прогноз был, что в марте 18-го года, это мой прогноз, а в сообщении НАСА уже проскальзывала информация, они ее потом убирают, о наблюдении новых островов вблизи Северного полюса. И второй пример, вот такая планета страшная, Нибиру, все боялись, что она придет, и все тут, вот, она имеет особенностью то, что она инфракрасная, нагрев недры Земли даст выплес практически всех вулканов, и землетрясения будут связаны именно с проходом Нибиру мимо Земли, она действительно окажет чрезвычайно мощное воздействие на планету Земля. вот, а мои данные были, значит, что она где-то пройдет от марта до ноября, а максимум будет в середине лета, и действительно подтвердило, что вот в августе она как раз достигла минимального расстояния, но еще серьезно это не произошло, хотя вулканы они еще здесь, и до того были тоже, и вот вернемся к началу доклада к лабиринтам, их находят не только здесь, на северо-западе России, но и в других местах планеты. Так наши друзья из Нью-Йорка, Шевченко пишут, наша гиперболейская цивилизация оставила в Северной Америке большое количество артефактов, сейды, лабиринты и так далее. Даже один человек, соединенный в своем сердце с энергиями Земли и Солнца, в этом едином дыхании может изменить с помощью любви окружающие пространства. Они наблюдали, как Вселенная отвечала на их любовь в небе, появлялись радуги, зависали орлы, Гава. Вот когда мы были в гиперболее нашей, и то же самое, все время радуги наблюдали, я даже сфотографировал орел в центре, прямо в центре острова, там такой круглый остров был, и там орел висит. А почему один человек даже влияет, видите, потому что Творец сказал, что такое любовь, это главная движущая сила Вселенной. выводы показано, что вода является приемником, ретранслятором торсионных волн, психической энергией. Эксперимально подтверждено, что торсионные волны передают информацию мгновенно. На основе информации из ноосферы, полученные при исследовании состояния воды, определенные изменения пространства планеты в переходный период. И вот из ограничения по времени я не стал говорить о самом квантовом переходе, у меня две книжки написаны на эту тему, в пятое измерение. А вот эти представители самой древней цивилизации на планете, дельфины, они давно живут уже одновременно, причем и в пятом, и в четвертом, и в третьем, они переходят. Они в основном в пятом, но когда надо помочь людям, видят, гибнет, например, человек, они собираются переходят, как бы жертвуют переход в третьем. измерения. И вот они интересны, есть такой скрипачкий зимник, они очень откликаются на слово любовь и вообще все хорошее. Он как-то на корабле стал играть на скрипке прекрасные мелодии, и вокруг корабля тысячи дельфинов собрались. Спасибо за внимание. Спасибо. Давайте поблагодарим коллегу. Константин Федорович, Вы вот сами оцениваете Ваш доклад как вполне научный. Он антинаучный. Он просто антинаучный. Спасибо, пожалуйста. Вопрос. В точки зрения академии. Я 30 лет назад перешел в антинаучность, потому что до этого я был только в академический журналах, я же из техники вырос и работал. Потом понял, что она не все это наука объясняет, а здесь она все объясняет. Все становится понятно. Пожалуйста, вопрос. Скажите, пожалуйста, одной биолокации ваги измерялось состояние воды? Состояние воды? Или были какие-то еще приборы, которые позволяют убеждать существование торсионных полей представителей современной научной природы? Ну да, там разные приборы мы используем специально для того, чтобы убедить, что действительно этот человек есть. А биолокация просто с помощью маятника я же обращаюсь... Нет, а кроме биолокации что-то есть? А? Кроме биолокации? Я говорю, что там, я же там говорил в первом славе, что и ПАЖ измеряли, и заморажили воду, и электропроводность, все-все, да, весь арсенал я владею этим всем, все это есть, конечно. Иногда вот давалось, вот сейчас будет конгресс, сверх восьмой конгресс слабые свечения, знаете, да, в сентябре в Петербурге, он раз в три года собирается, и там я всегда посылал тезисы свои, и там вот на эту тему биолокации, все с боем каким-то, но они всегда публиковали, вот в этот раз впервые они, то есть комиссия положенауки еще более сурово действовать. И все-таки только биолокация или еще что-то? да, конечно же, и ПАЖ, и электропроводности, и замерзание воды, да? да, да, все-таки, ну вот, на первом, можно вернуться сейчас, вот, вот, тут написано, видите, определяли старая частота вибрации, полярность, мирность, кроме того, электропроводность, ГРВ, это газоразрядная визуализация, и ПАЖ, то есть вот этот набор мы использовали, кроме того, еще замораживание воды, вот как Эмото делал, то же самое, только по другой методике. И все сходится? Все, да, все, да? Хотите, вопрос, да? Да, если можно, потом реплику еще. Конечно, конечно. Констант Федорович, известно ли вам исследование торсионных полей в живых организмах, в растениях, в частности, скажем, в МГУ на биофаке проводились такие, или вы с ними не встречались? Вот, то, что сердце излучает, это вот как раз это живой организм тоже, да? Да, да. Я вот что могу сказать, я сам-то не занимался специально живыми организмами, ведь каждый год в Москве проходит конгресс по торсионным полям, каждый год. Вот я оттуда многие материалы взял, потому что это вот, может, в сентябре проходит. если позволите, пару минут для информации, может быть, не очень новой, дело в том, что еще в начале 2000-х годов на биофаке МГУ проводились исследования с растениями, и было показано, что именно в живой природе торсионные поля обнаруживаются. Эти исследования продолжены, были в Московском государственном университете леса под руководством Маргариты Романовны Короткиной. Это профессор Мехмата МГУ и университета леса одновременно. Мне довелось с ней сотрудничать вместе с моими студентами. Она строила компьютерные модели этих торсионных полей. Результаты были опубликованы в журналах «Лесной вестник» с 2003 по 2005 годы. Потом, к сожалению, эти исследования были то ли свернуты, то ли что, и с уходами в жизни Короткина и ФИН, я не знаю, нашли ли они продолжение в МГУ. Журнал, к счастью, у нас не лишили статуса, вот как это было, скажем, журналом инженерной физики в МИФИ за публикацию антинаучных статей. Но и резонанса большой и продолжения я пока не знаю. Поэтому, если кого-то эти вопросы интересуют, я думаю, можно обратиться к тому, что уже было опубликовано, и попытаться продолжать, может быть, и в других научных сообществах. Спасибо. Я сам биоэнерготерапевт по одной из своих профессий и тоже занимаюсь биолокацией. И вот как-то проводили опыт, то есть один товарищ рекламировал фильтр, и там PH измеряли, то есть в кислую сторону и в щелочную сторону. И принесли два образца воды, которая была пасхальная вода, она дает изумрудно-зеленый цвет. Я просто, ну, чисто из любопытства проделал опыт при помощи своего поля, то есть мы взяли образец воды, имеющей желтый свет, и как бы при помощи воздействия на него энергетика и плюс, как сказать, чтение молитвы, то есть мы превратили, то есть эту воду в зеленый цвет, то есть человек может воздействовать на PH среды, то есть и менять вот эту, как сказать, электропроводимость. Мы тоже этим занимались, да, очень рад, что еще не один я тут белая ворона. Еще вопрос, да? Пожалуйста, пожалуйста. У меня вопрос такой, что какова скорость распространения тактионных волн? Без вашего доклада получается, что она больше скорости света и вообще бесконечно? Да, да, больше, намного больше. А как ее измерить? А никак ее не измеришь, она мгновенная, потому что, если вы хотите, почему это... Может быть, волны, которых нет скорости, так хочется. Это не физическая скорость? Иногда я в литературе встречал, что на пять порядков больше, чем скорость света, якобы, на пять порядков. Но почему вот такая скорость большая, заложена Творцом, видимо, и что такое Вселенная? Это же миллиарды этих просеков, да? А Вселенная, как и планеты, и Солнцы, все живое, да? Все живое. Значит, как живая, может не знать, что происходит в другом конце ее протяженности. Вот для этого у Иисуса, видимо, вот эта торсионная волна, которая мгновенна. Ну, измерить ее трудно, потому что он же пишет, что приборы трудные. Я же вам читал. Таксионного поля. Да. А через вакуум оно вас пространяет? Конечно же, конечно же. Да. Ну что, а... Вакуумы, вакуумы, во Вселенной, во всем, везде вода есть, везде. Вот я же не зря прочитал Творца слова, потому что она не только там комета, в виде таких глыб, ледяных несут в воду. Она распылена вот везде. Это вот субстанция такая, во всей Вселенной. Все. Спасибо. Спасибо. Информация может мгновенно переноситься в любую точку пространства. Спасибо.